Это уже немецкое усовершенствование. Вот это большая. Вот здесь две расчистки. Наткнулись, здесь был солдат. Граница от него видно. Мы специально оставили, ячейка туда выходит. Его здесь сбросили. Сброя лежала вот здесь, тут был солдатик, такой как на ступеньке. Немцы, видать, когда усовершенствовали траншею дальше или до него не дошли. Но, скорее всего, что он погиб в 1941 году. Его здесь сложили аккуратненько. То есть они даже его не видели? Его не видели, да. Наши предположения, что его сбросили сверху. То есть где-то погиб при атаке суда или был погребён здесь. В окопе погиб. Возможно, было бы каких-то вещей личных больше. Обуви не было, частично фрагментов руки тоже не было. То есть видать уже, наверное, или полежал чуть-чуть, или что так. «Зараз ми проводимо роботи на території в минулому Ломівського плацдарму. Такий собі плацдарм, який в серпні-вересні 1941 року зупинив наступ німецьких військ в глибину країни саме в Дніпрі. Жорстоки бои точилися впродовж месяця. Тут багато загинуло людей. И мы проводим работу саме с пошуком загинувших героев тієї добы. Это уже третий воин, которого мы подняли в радиусе 300 метров. И роботи будуть продовжуватися». Фрагменты осколков. Это немецкие гильзы на стрел. Характерные и итальянские. 1941 год от Манлихера Каркана. Они такие своеобразные, чуть-чуть не меньше калибром. И они специфические. А это немецкие уже на стрел идет. Это здесь так же валялось. Предположить, что это старина тоже пока мы с ним можем. Может быть, это детвора какая-то занесла. Желание есть, а вот люди немножко ровно.